Всем огромный привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале, и сегодня я снимаю видео такого формата, который вы давно хотели увидеть от меня, но, к сожалению, я никак не могла до этого добраться, так сказать, поэтому сегодня я проведу полный обзор моей комнаты. У меня уже есть подобное видео, где мы с Полиной менялись комнатами, но за это время у меня очень много всего изменилось, и я написала специально по темам, что же я буду вам показывать, то есть моя комната, мой туалетный столик, моя там, возможно, одежда, все наглядно, чтобы вы увидели и посмотрели, в какой обстановке я нахожусь каждый день и чем я обычно занимаюсь в своей комнате. Моя комната это такой уголок, где я на самом деле провожу большую часть своего времени, поэтому я очень хочу, чтобы вы посмотрели, как это все выглядит на самом деле. Без какого-либо преувеличения буду показывать вам так, как есть на самом деле, чтобы вы понимали, да, что у блогеров не бывает такой супер вылизанной комнаты, где-то тоже может быть какой-то беспорядок, да, там, допустим. Я, естественно, прибралась перед этим, чтобы полного срачельника не было, хотя он у меня бывает. В общем-то, я хочу вам пожелать приятного просмотра, сегодня я вам полностью от и до покажу свою комнату, мои украшения и вообще все-все-все-все-все. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. И также нажимайте вот сюда вот, только ниже, это колокольчик, чтобы вы не пропускали мои видео, смотрели их первыми и также не забывали про премьеры. Я вам желаю приятного просмотра, быстренько показываю вам никнейм моего инстаграма, где каждый день проходят различные конкурсы, я подписываюсь на вас, читаю ваши истории, поэтому все, пишите и подписывайтесь на мой инстаграм. А вот теперь мы уж точно можем начинать. Поехали, дорогие! В общем, добро пожаловать в мою комнату. Вас встречает сразу же моя дверь вот тут вот. Восклицательный знак, чтобы все сразу же обратили внимание, что тут может быть что-то небезопасное, в особенности, когда я в плохом настроении. А также вот такая вот картина, которая висит у меня уже, наверное, года три. Мне ее сделали за рекламу, и тогда у меня еще даже не было 100 тысяч лайков, хотя тут отфотошоплено типа 100 тысяч, а мне так нравится. Это как будто бы моя мечта на то время была, я написала тут цитатку и, так сказать, вот такую вот фотографию прикрепили, где я еще прям малышка-малышка. Так как мы начинаем с моей комнаты, я наглядно вам все покажу без внутренних всяких ящиков, не ящиков, просто чтобы вы понимали, как она выглядит сейчас. Вот это местечко. Тут я постоянно снимаю для вас видосы, дорогие мои. Тут моя любимая подсветка. Не все поймут, что тут написано, но, в принципе, это немножечко олицетворяет меня в плохом настроении. Вот эта вот лампочка по бокам, по углам, у нее меняется цвет с помощью приложения, соответственно, я захожу в свой телефон, и прямо сейчас произойдет магия. Я смогу сама менять цвет этой ленты. В общем, я меняю прям по своему настроению. Если у меня хорошее настроение, то что-то яркое, а если плохое настроение, то вовсе ее выключаю или включаю какой-то красный цвет, чтобы, так сказать, было все по моему настроению. Также тут у меня мои любимые свечки, которые уже заканчиваются от Bath & Body Works. Они очень вкусно пахнут карамелькой, напоминают мне немножечко Новый год, потому что я использую эти свечки еще со времен Нового года, 2021-го. Тут у меня красивая фигура девушки, ну и, естественно, красивая фигура парня, который стоит вот такой вот с очень крутым торсом. Естественно, не могу не похвастаться, моя золотая кнопочка на 1 миллион подписчиков. Ну и, естественно, моя самая первая, самая любимая кнопка на 100 тысяч... На 100 тысяч подписчиков. Вот такая. Показываю наглядно, потому что, возможно, вы уже на все это посмотрели. Тут лежат мои украшения, духи, к этому вернемся чуть-чуть попозже. Тут мой хомячок, специальная лампочка, которая сейчас светит космосом на потолок. Видно очень плохо, но если я выключу свет, вот так уже более-менее видно вообще всю красоту на потолке. Но на самом деле это гораздо симпатичнее, когда ты ночью наблюдаешь, например, лежа на кровати, смотришь на потолок. Также мы возвращаемся к моему столику, рабочему пространству, где небольшой беспорядок. Я говорила вам, что буду показывать все, как есть на самом деле. Да, кстати, я босиком, но ничего страшного. Я же дома нахожусь, что мне носки-то надевать? Красивый педикюр, к тому же. В общем, у меня тут мой компьютер прекрасный, с помощью которого я изредка, но монтирую ролики. Сейчас мне уже помогает команда, потому что я физически не справляюсь монтировать все самостоятельно. Из-за того, что у меня в последние дни какие-то съемки, фотосессии, я просто не могу сейчас все свои ролики монтировать. Но обещаю, что этот видос я отмонтирую сама для вас. Обещаю. Это мой принтер, тут я печатаю всякую красоту, мой хомячочек, который только по ночам вылезает. Также вот тут вот, кстати, мои фотографии, которые связаны с моим переездом в Москву, когда я только-только в Москву переехала. Чтобы вы понимали, я даже фотографировалась в метро. Вот так вот садилась, такая, блин, вау, я в метро. Вот такие вот фотки, которые вы не сможете увидеть, допустим, в моем инстаграме. Также вот эта фотография, это наше с Ариной свидетельство о заключении брака, когда она ко мне прилетала в Москву. Также вот тут стоит моя камера, которую я использую очень редко и беру в основном на какие-то более такие обширные съемочные процессы, потому что операторы очень любят эту камеру, а она такая достаточно тяжеленькая, и снимать вот такие подвижные видео на нее не очень удобно, поэтому я ее использую достаточно редко. А вот это мой туалетный столик, но о нем поговорим чуть позже. Просто хочу, чтобы вы посмотрели вот так вот на мою комнату. Тут кроватка, тут тумбочки, тут шкаф, и вот тут вот знаменитый прекрасный диванчик, кресло, где я снимаю страшные истории. Вот так вот отодвигаю шторы и снимаю для вас видос. Ну что же, добро пожаловать в мой туалетный столик. Сейчас я вам покажу все то, что я использую для макияжа. Тут сразу же вы можете обратить внимание на красивые чистые кисточки, которые я очищу каждый раз после того, как сделаю макияж, потому что чистота, красота это очень важно, в особенности пыль же как бы она присутствует, и я не могу уже второй раз краситься тогда, когда кисточки уже немножечко пыльные или грязные. Открываем ящичек, тут у меня уже тоже очень много всего поменялось. Тут лежат мои тканевые масочки, всякие жидкие тени, моя любимая пудра. Кстати, мне что-то кажется, что у меня немножечко блестит лицо, поэтому я возьму вот так вот. И сейчас немножечко припудрю себе лобик, носик, щечки и подбородок. Тут у меня всякие штучки для ухода за полостью рта, мой любимый кремик для зоны вокруг глаз, пудра, палетки. Палетки, кстати, еще вот тут у меня находятся. Чтобы вы понимали, палеток у меня очень много, и вот эту, например, нюдовую от Huda Beauty я использовала, внимание, ноль раз. Но купила я ее буквально три месяца назад, и чтобы вы понимали, ни один цвет тут вообще не тронут. Так что закрываем, будет ждать эта палетка своего часа. Ну и тут у меня всякие спонжики, короче, все, что нужно для макияжа. Более подробнее я хочу показать вам вот эти две полочки, потому что тут я использую все на постоянной основе и очень-очень часто. Это мое любимое масло для волос. Внимание, девчонки, можете скринить, покупала в золотом яблоке. Я наношу на влажные волосы, и они очень легко расчесываются. Уже видите, сколько у меня масла осталось. Это буквально за полмесяца я его так потратила, потому что в голову я мою практически каждый день. Ну не практически, а каждое утро. Календула и настойка это я прикладываю к коже тогда, когда у меня есть какие-то воспаления, и сразу же прыщик там высушивается и быстро заживает. Это моя любимая база под макияж, после которой я наношу вот такой вот а-ля BB крем от Шей Сей До. По-моему, вот так называется марка этого крема. Это как BB крем, но прикол его в том, что ты наносишь, короче, его на ручку немного. Видите, он белого цвета. Как только ты его растираешь, он превращается в цвет твоей кожи. И это просто идеально, потому что этот BB крем может подстроиться под любой тон, если у вас кожа не особо смуглая. Для этого нужно уже покупать другой крем. Это мои любимые духи. Кстати, о них поговорим попозже с вами. Тональный крем, масло, которое я возьму на отдых на море. Совсем скоро я вам скажу, куда я улетаю. Масло, кстати, офигенное от Tom Ford. Просто кожа после него блистает и пахнет очень-очень приятно. Это мой любимый крем для лица, который уже, к сожалению, чуть-чуть так уже подзакончился. Осталось там буквально на 2-3 применения. Он дорогой, я сразу скажу. Покупала его, по-моему, тысячи за 9. Но это того стоит, крем реально очень хорошо увлажняет, и ваша кожа заметно улучшается. Поэтому иногда я использую вот такой вот коллагенчик. Там тоже уже пол баночки, но он офигенно тоже превращает вашу кожу в красивую, сияющую. Если такого не было до этого, а если было, то еще вдвое улучшает, в общем, вашу и так сияющую кожу. В общем, очень прикольный такой коллаген. Его, кстати, многие визажисты используют перед макияжем. Я тоже использовала, но мне как-то не особо подходит, поэтому наношу просто тогда, когда хочу увлажнить свое лицо. Тут у меня лежат тоже всякие коллагенчики. Один остался кремик, который наносится перед сном. И вот такие вот повседневные тоже со специальным коллагенчиком для кожи. И вот это последняя штучка. Остальное это блески для губ. Так, шиммер для глаз, который я могу нанести очень быстро, который, кстати, вот так вот выпал недавно. Хотя, блин, бренд Бобби Браун мне так расстроилась. Спрей офигенный для того, чтобы пшикать на волосы, и они тоже легко расчесываются. Вроде бы все такое основное я вам показала, рассказала. В остальных ящиках у меня всякие штучки для путешествий. Так, я запачкала кофту. Ватные диски. Тут у меня всякие таблетки, которые мне нужны там для поддерживания всякого того самого. Вот. И вот такие вот салфетки офигенные, с помощью которых я чищу свои кисти. Они очищаются буквально за мгновение. Тут их прям тысяча штук, и очень долго используются они. Вот это термальная вода. Просто офигительная. Поэтому, девчонки, просто знайте, что если вы хотите еще раз освежить свое личико, или после коллагена, так сказать, немножечко попшикать что-то на свое лицо, вот так вот берете, да и пофиг, что у меня макияж. Просто наносим, и ваше лицо увлажняется, и вы чувствуете себя еще круче. В особенности, когда вам жарко. Мы плавно подбираемся к моему шкафу. Покажу я вам только основную часть. Свою одежду. Как вы видите, большее количество вещей в моем гардеробе черного цвета. И это неудивительно, потому что я обожаю черный цвет, но сегодня надела для вас синенькое худи, чтобы очень ярко и красиво сделать для вас это видео. Тут у меня мои ремни, которые я использую на постоянной основе. Все брендовые, и есть обычный ремень. Ну да, он тоже брендовый, но там прям не весь ремень в этом бренде, так сказать. Не огромный логотип. Вот это Tommy Hilfiger, Dolce, Gucci, Gucci, Dior, опять Gucci. Мои любимые ремни именно от Gucci, Louis Vuitton. И еще парочку у мамы лежит в шкафу. Тут отметить смогу вещи, которые я ношу в последнее время, чтобы вы понимали, что как бы мои вкусовые предпочтения немножечко меняются. Вот такая вот кофта, которую я обычно надеваю под топ. И чтобы вы понимали, когда она застегивается, тут немножечко видно части тела, кости, легкие, как будто бы там еще бабочки летают. Мне скоро пришлют, кстати, худак с такими же мишками. А капюшон застегивается, и там вот такой вот черепок. Очень прикольная кофта, вообще блестит на солнце, с ума сойти. Моя любимая рубашка вот таких вот цветов. Белый, черный, как будто бы зебра, но вы не представляете, как это круто смотрится на джинсах в подобии. Вот таких вот, да, и если надеть какой-нибудь ремешок, а сверху какую-нибудь безрукавку, да, если вы на улицу идете, это будет очень круто и гармонично смотреться. Я уже так одевалась, у меня в инстаграме есть фотка, можете посмотреть. Ник вы сейчас, кстати, видите на своих экранах. Подписывайтесь прям вот сто процентов, не пожалеете. Кстати, я же руку себе всю забила, ребятки. Вы хоть знали об этом? Посмотрите, у меня вся рука в татуировках. Подробнее об этом я тоже рассказала в своем инстаграме. Тут, кстати, сердечко, потому что я вас люблю. Также еще пару вещей, на которые я хочу, чтобы вы обратили внимание. Это моя любимая футболка Витмо, но из-за того, что она очень большая, я предпочитаю использовать ее как платье. Просто перетягиваете талию ремешком и идете с таким красивым, более спортивным платьем, надев суперские украшения и радуетесь жизни. Ну и из ярких вещей у меня в гардеробе, наверное, вот такая вот футболочка. Извиняюсь. Вот такая вот футболочка от Валентина. Она яркая, красивая. Кстати, недавно купила от Карла Герфельд вот эту вот сумочку для того, чтобы ходить в зал, для того, чтобы перевозить вещи на дачу спокойно, потому что таких больших сумочек у меня давненько не было. Я купила вот такую от Карла Герфельд. Еще вам ее ни разу не показывала, но она капец какая вместительная, и с ней спокойно можно куда-то пойти, поехать в путешествие, особенно вот босиком, как это делаю я сейчас. Все, убираем немножечко, это в сторону. Внимание, да, мои сумки. Сумку, которую я купила совершенно недавно, это вот такая вот сумочка от Валентина. Цены и всего прочего я называть не хочу, но просто скажу, что эти сумки очень качественные и классные. Моя любимая сумка, в которой сейчас на данный момент лежат все мои вещи. Паспорт, кстати, я недавно купила себе обложку на паспорт. Вот такую вот кожаную Dolce, просто офигительная. Также вот тут вот у меня лежит таблетница специальная моя, блеск для губ, расчесочка и прочее-прочее. Эту сумку я ношу, наверное, последние две недели каждый день. В моем гардеробе есть сумка золотая, вот такая вот от Gucci. Есть сумка вот такая вот Pinko, вот такая вот Alexander Wang. Маленькая, правда, в нее даже паспорт не помещается, но все равно она очень классная. Эту мне подарил друг на день рождения от Calvin Klein. Розовенькая такая, если я надеваю что-то более яркое, это очень красиво выглядит. Моя сумка тоже от Валентина, но я ее в последние дни ношу как-то очень редко. Вот так вот выглядит эта сумочка. Можно повесить ее как и на плечо, так и просто носить вот таким вот образом. Правда, она немножечко тут запуталась, нужно будет распутать. Сделаю я это сейчас и покажу вам, как она выглядит незапутанной. Следующая сумочка это вот такая вот Off-White. Сумка Louis Vuitton. У меня еще есть рюкзак, тоже Louis Vuitton, но его сегодня надела моя мама. Рюкзак, блин, от Карла Геррифельд, чтобы вы понимали, который спустя месяц носки вот так вот порвался. Можете прям посмотреть. Видимо, это замок зажал, да, но все равно как бы кожа, качество такое, что просто все вот так вот отрывается. Это я сейчас дорвала сама, извините, пожалуйста, но я просто сама такой человек, который не любит видеть такие немножечко подоспорченные вещи. И я начинаю их поганить до конца. Не люблю себя за такое дело, за такую привычку. Вот такая вот сумка. И у меня еще парочку лежит в маминой комнате. Но в последний день я ношу только вот, о которой я вам рассказывала, Валентина. Тут у меня небольшой срач, поэтому открывать не буду, потому что там у меня все футболки. В принципе, ничего интересного, чтобы я могла вам вот так вот прям развернуть и показать. Далее, мои самые любимые подписчики, я вам покажу, что я использую перед сном. У меня вся косметика, такая небольшая, более уходовая, лежит именно вот в этой тумбочке, потому что я не всегда смотрю в зеркало перед тем, как мазать крем. Я просто иду в туалет, смываю косметику, протираю тоником, сажусь вот так вот на место, где я сплю, открываю свой прекрасный ящичек. И сразу же вы можете обратить внимание на все то, что у меня тут лежит. Внимание! Спички для свечек, чтобы поджигать аромасвечи, когда я лежу уже, почти засыпаю, но еще не засыпаю. Перед сном, естественно, я их тушу. Вот это от L'Occitane, специальная штучка, которая пшикается на подушке и на постельное белье, чтобы все просто офигенно пахло, и вы так сладко заснули, и вам будут сниться просто потрясающие сны. Проверена, кстати, прикольная штука. Мой крем для лица тоже Shiseido. Если я правильно произношу, а я очень надеюсь, что я правильно произношу, а если нет, напишите и справьте меня в комментариях. Офигенный крем для моей комбинированной кожи. Использую, уже видите, почти половина у меня истрачена. Пахнет очень вкусно, немножечко отдает персиком. Очень приятный материал, не материал, а консистенция у этого крема. Поэтому, девочки, советую. Крем, кстати, суперский. Всякие уходовые штучки именно для ванны, для душа, все, естественно, у меня в туалете. Поэтому об этом я вам немножечко расскажу уже в следующем видео, когда достану и перенесу в комнату все продуктики, которые я использую во время душа. А там, поверьте мне, много скрабов, всяких бальзамчиков, штучек для волос, которые я вам еще не показывала. Специальные гели для душа, бомбочки для ванн. Хочу об этом снять отдельное видео. Тут патчи. Если немножечко переутомилась за весь день, я все-таки мечтаю их использовать и перед сном. Ну и когда просыпаюсь, естественно, сразу же они у меня под рукой. Я наношу патчи и иду пить кофе. Без гигиенической помады никуда. Поверьте мне, я не могу уснуть тогда, когда у меня губы не увлажненные. И я всегда это делаю гигиеническими помадами. Увлажняю их, безусловно, потому что они у меня капец как трескаются. Сейчас у меня нету гигиенички на губах, и это нужно исправить. Вот так вот берем, открываем и мажем наши прекрасные губки. Кстати, помада вот эта вот, Eat Me, очень круто увлажняет. Вот это такой ореховый вкус, который прям вот очень приятный. Также у меня тут всякие средства, которые я использую для того, чтобы удовлетворить свои иногда потребности, от которых я хочу избавиться. Это сосательные таблетки. Очень часто я просыпаюсь с каким-то не очень состоянием в своем горле, особенно если я наснимаю много видео, и мне немножечко нужно восстановить свой голос. Я использую Strepsils, он реально помогает. Или же Gromidine. Тут у меня ниже в тумбочке лежат все вещички, которые я хочу отвезти в приют для собак. Это только одна, наверное, сотая часть из того, что я хочу приобрести. Точнее, из того, что я взяла для собачек. Я обязательно сгоняю в приют для собак, отнесу им всякие вот эти вот игрушечки, косточки, лакомства. И также обязательно заеду за продуктиками и для кошек. Но, к сожалению, нету приюта, где находятся и кошки, и собаки, поэтому придется ездить в разные дни. Но для собачек я уже закупила большую часть продуктов. Внимание, дорогие, мои украшения. Открываем. Тут у меня небольшой беспорядок, но зато он творческий. И если я хочу найти какие-то украшения, я их с легкостью нахожу. Вот тут вот у меня лежат украшения, которые я использую очень редко. И я, наверное, их уже выкину, потому что, ну, вот этот чокер, он вовсе нормально не застегивается. Он практически ни под что не подходит. Вот эти вот серебряные сережки тоже не везде можно носить. Но они, кстати, прикольные. Думаю, куда-нибудь их надену. Тут у меня лежат всякие сережки в основном мои, крестик, сережечки с пистолетиками. Вот эти, кстати, сережки еще не распакованы. Очень классные, девчонки. Я сейчас открою, вам покажу, вы офигеете. Я заказывала на шейне сережечки вот с такими вот сосочками для малышей. Да, смотрите, какие сережки. Они прям мне напомнили какого-то маленького-маленького ребеночка, какую-то куколку миниатюрную. И я решила купить эти сережки. Кстати, прикольно, если под какой-то нежный лук надеть, все будут обращать на это внимание. Мое любимое кольцо. Я очень люблю, чтобы все обращали внимание на кольца, которые я ношу. Поэтому я все время покупаю кольца вот такие прям большие, массивные, наподобие Гуччи. Мое любимое, вот такой вот лев, которого я надеваю либо на указательный палец, и это выглядит очень круто. Кстати, под этого льва у меня есть подвесочки, которые я ношу очень часто, поэтому как только я накрасилась, сразу же их тут надеваю. Но покажу вам сейчас. Смотрите, это просто детское какое-то украшение прикольное, могу иногда его надеть. Это комплект, тоже подвеска Гуччи, и тут как бы два одинаковых льва с двумя одинаковыми камушками. Это я сразу надеваю вместе, если подходит под лук, и это выглядит очень круто. Вот эту, блин, подвеску, чтобы вы понимали, ребят, вы сейчас офигеете. У вас есть три секунды, чтобы быстренько написать в комментариях, как вы думаете, сколько эта подвеска стоила. Раз, два, три. Ну или поставили бы на паузу, да, лучше поставьте сейчас на паузу, и все. Итак, внимание, эта подвеска стоит 45 тысяч рублей. Знаете почему? Потому что это Александр Маквин. И прикол этой подвески в том, что вот этот череп, он разбирается на три части. Я постоянно с ним играюсь, особенно когда нервничаю. Можно вот так вот этот череп разделить, потом оп, и он собирается воедино, просто за секунду. Я обожаю такие более строгие украшения, поэтому их ношу. Также у меня тут две коробочки. В первой маленькой коробочке лежит колечко кортье. Я очень ухаживаю за этими украшениями, поэтому складываю их постоянно вот в такие коробочки, как они и продавались. Это гвоздик колечко кортье. У меня есть по комплекту точно такой же браслет. Он выглядит вот так вот, правда лежит не так красиво. Это гвоздь кортье маленький, то есть по комплектику вместе вот с этим колечком. Дальше. Тут вот лежат всякие мои браслетики. Вот такие вот серебристые. Это я запомнила, когда со своим бывшим молодым человеком ссорилась, я вот так вот изогнула кольцо. А это паук был. Я ему все лапки согнула от нервов. Ну, как сказать, память такая небольшая у меня остается. Тут всякие тоже чокеры. Вот этот мне нравится больше всего. Это медвежата. Очень красивый. И прям капец как прикольно выглядит с какой-то темненькой вещью. И особенно если у вас белая обувь. Тут я ношу эти вещи редко. Вот это, кстати, два ножика ненастоящих, естественно. Это вот такие сережки, которые я до сих пор еще ни разу не использовала. А вот тут уже всякие чокеры. Вот это чокер с вот такими вот шипами. Но использую я, кстати, это как браслет. В два оборота идеально. И это выглядит уже не как чокер, а как браслет. И так, внимание, мои духи. Их тут очень много. И вы можете обратить внимание на то, что это, в принципе, можно назвать коллекцией. Так как мой любимый аромат от Givenchy, он что тут половинка из-за того, что это миниатюра складывается в сумочку и где-то уже когда-то не дома используется. А эту в сумочку не сложить. Это я перед выходом использую. И прикиньте, так совпало, что у них практически одинаковое количество. И в этом половина, точнее одна третья часть осталась. И тут одна третья часть. Также духи, которые я использую сейчас, это мой самый любимый аромат. Это Montal Velvet Fantasy. Все девчонки, обязательно, если будете смотреть духи и выбирать духи, послушайте этот аромат. Он просто офигительный. И знаете, что я так пахну в последний месяц точно каждый-каждый день. Это мои любимые на данный момент духи. Также есть от Montal аромат Rose Musque. Тут что-то с такими розочками, но этому аромату уже, наверное, больше полутора лет. Полтора года где-то, да? Вот. Я их редко использую. Каждые духи показывать не буду. Выделю просто мои самые любимые. Есть мои любимые духи от Zelandky Rosen. Вот такие вот миниатюрные. Очень приятно пахнут. Также аромат от Stellar. Очень круто. И пипец как напоминает Baccarat. Именно вот такие вот серебристые. Вот этот аромат я использую после душа. Это больше туалетная вода от Victoria's Secret. Духи, которые напоминают мне какие-то прям ночные клубы, тусовки. Это Dolce & Gabbana. Это унисекс духи. То есть их может использовать как и парень, так и девушка. Очень грубо, но очень так сексуально пахнут. Духи, которые мне подарили на день рождения, я их еще ни разу не использовала. Это Burberry. Но, в принципе, они пахнут приятно. Эти духи я использовала капец как давно. Им уже, наверное, лет пять. Но я все равно их храню, потому что они у меня ассоциируются с теми временами, когда я еще жила в Челябинске. Это Tiffany. Просто офигенные. Еще духи, которые я хочу выделить. Это классика. Естественно, вы все знаете про существование этих духов. Миниатюра от Chanel. Зелененькие. И вот такие вот более девчачьи. Большой флакончик с запахом больше роз, какой-то свежести, что ли. Ну и еще парочку духов. Этим духам лет уже, наверное, шесть-семь. Они у меня ассоциируются с моей первой любовью, и я их использую очень-очень редко, потому что я ими душилась только тогда, когда впервые влюбилась в 12-13 лет. Вот. И если я сейчас пшикну этот аромат, охренеть просто! У меня сейчас флешбеками все полетело, потому что сразу вернулась в Челябинск в те времена, когда я прям была капец как влюблена. И я позволяю себе вот так вот пшикнуть где-то один раз в месяц, чтобы воспоминания оставались и уже не ассоциировались с теми временами, когда я их просто нюхаю, а не с первой любовью. Поэтому сделала это через месяц, еще раз послушаю этот аромат. Ну и в принципе духов у меня многовато. Последний, который я покажу, это Versace, мне их подарила моя мама, когда была где-то то ли в Таиланде, то ли где-то, короче, отдыхала. Вместе, когда они с папой летали, Полине подарили духи Moschino, а мне вот такие вот Versace, они пахнут прям свежестью летом. Очень классные. Ну и, соответственно, еще раз. Внимание, мы становимся в центр, и по кругу сейчас моя прекрасная подружечка, которая сегодня меня снимает, покажет, как комната выглядит, ну, по периметру, короче. Вот такая вот красота. Также у меня там стоят штативы, кольцевые лампы, об этом я вам расскажу уже чуть-чуть попозже. Я в свою очередь хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки обязательно, подписываться на мой канал, а также не забывайте про мой инстаграм, где я очень жду вашу активность, потому что в последние дни вы какие-то не особо активны, и мне это не нравится. Поэтому переходим, лайкаем, там скоро будет очень много конкурсов, призов и многого-многого другого. С вами была Карина Аркелян, которая босиком, спасибо большое за просмотр и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok